14 и 15 октября Эрмитажный театр примет финал международного конкурса мультимедиа сценографии и режиссуры в театре Digital Opera Performance. Что общего у классического жанра оперы и актуального цифрового искусства? В каких категориях будет проходить конкурс? И при чем здесь парадиз Петра I? Во всем разберемся в прямом эфире. Приветствуем в нашей студии гостей. Это генеральный продюсер фестиваля Надежда Абрамова. Здравствуйте, Надежда. И арт-директор фестиваля Сергей Новиков. Добрый вечер, Сергей. Ну что, давайте скажем о том, что в этом году конкурс впервые проходит в двух категориях. Расскажите, в чем соревнуются участники? Об этих категориях расскажет автор этой идеи Сергей Новиков. Он это придумал и ввел. И в этом году это для нас большое событие. Вам и отвечать. Да, да, да. Ну в этом году у нас такой пробный такой шар называется. В нашем фестивале появляются режиссеры, профессиональные режиссеры. Если до этого это были режиссеры мультимедиа, то в этом году мы сделали две номинации. То есть режиссеры мультимедиа, которые делают наводнения. И профессиональные режиссеры работают над «С нами Петра». То есть некие такие номера, посвященные мечте Петра Первого. Вот давайте подробнее о теме. О теме нашего фестиваля. Она очень важна. Мы дружим с Эрмитажным театром уже очень много лет. И очень любим Зимний дворец Петра Первого. И когда мы поставили перед собой задачу посвятить наш фестиваль Петру Первому, мы долго соображали, как это сделать. Потому что 17-18 век, Петр Первый, музыка и опера чуток позднее. Но Сергея осенила блестящая идея. Он сказал о том, что мы сделаем сны. Сны Петра о Петербурге. Дело в том, что Петр Первый называл свое творение Петербург парадизом. Мой парадизм, всегда он говорил и много об этом писал. И мы так и назвали парадизм Петра Первого, сны и наводнение. Потому что это очень присуще нашему городу. Очень приятно и здорово видеть, когда классическое искусство сочетается с цифровым. Вот на ваш взгляд, сегодня, помимо Петербурга, Москвы, крупных городов, в тех же, например, регионах, искусство цифровое, искусство классическое, они дружат, они еще соперничают, они так просматривают друг друга. Или они параллельно еще. Или, может быть, они где-то параллельно. Ну, скорее, они ищут друг друга. Ищут друг друга, да. И одна из главных целей, на самом деле, их подружить в нашем фестивале. Потому что дело даже не в регионах, а просто способ мысли. Как думает просто человек, допустим, режиссер. И он может хорошую идею придумать, но он не знает, как ее реализовать. А есть очень хороший художник, и он, допустим, очень круто все делает, но он не может что-то придумать. И вот, собственно, наш фестиваль пытается их подружить. Расскажите о географии. У вас международный статус и по составу жюри, и участники? Ну, да. Дело в том, что мы хотели в этом году расширить состав. И за счет в этом году жюри мы расширили сообщество наше. То есть мы представили огромное количество людей из разных совершенно стран. Таких, допустим, как Аман, у нас в жюри Умберто Фанни, Мартин Пуонс, Глоун Дюссалей. И очень много, это огромный список, и все это высшего класса профессионала. Это те люди, которые дадут правильный совет тем, кто начинает, или кто, допустим, профессиональный, и все равно прислушивается к этому совету. Да и конкурсанты у нас тоже со всей нашей большой стороны. Вот сегодня они прилетают и выходят на площадку, где получат огромную практику, чего они, как молодые специалисты, раньше не имели. Это сцена прославленная обязаны. Сцена прославленная, живой оркестр, живые исполнители. То есть вот это все, огромная техника, которые, вот это все, они должны при помощи наших мастеров, экспертов, соединить в единое произведение искусства. Но это не только встречи, это еще и соревнования своего рода. То есть имена победителей мы узнаем 15-го числа, и их узнают не только те, кто соберется в Эрмитажном театре, но и зрители нашего телеканала. Зрители вашего телеканала, которые поддерживают нас, у нас фестиваль идет четвертый год, и всегда канал ваш по нас поддерживает, мы очень этому рады. И у нас еще одно большое событие, потому что в этом году мы выиграли грант, и проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Для нас это большая-большая удача. В следующем году уже небольшой юбилей, первый, круглый, пять лет. Есть какие-то планы про развитие проекта? Расскажите о них. Да, мы в следующем году планируем посвятить, ну мечтаем сделать такой проект, посвященный Сибири и Сибириаде. Мы хотим как раз, вот то, что вы сказали, мы хотим пойти в регионы. Помимо того, что есть порт приписки Петербург, но мы хотим пойти дальше и пойдем по России. Будем распространять цифровое искусство, добавлять к классическому искусству. Спасибо большое, Надежда, Сергей, мы были рады видеть вас в нашей студии. Спасибо.